Согласно протоколу об административном правонарушении, 24 февраля 2020 года, в нынешнем 15 минут, в доме 83, в августе Чернышевского, города Саратова, гражданин, наоборот, на несовестное побеждение, гражданин Гороков совершил нанесение погоди в совершении иных насильственных действий, ученивших физическую боль, но не повлекших последствий в пазах статьи 115 Головного кодекса Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовного наказуемого деяния, что подтверждает за акцию на СМО 0652-025 февраля 2020 года. А именно нанес один удар ладонью правой руки в область лица, хватал за руки и лицом, нанес удар локтем в подбородок. Согласно АТО, СМО 0652-025 февраля 2020 года, гражданина Горокова, ссадина в области наружного конца левого полной дуги, в области правого охвата носа, на красной коне верхней губы, был потек на красной коне верхней губы слева, то есть подвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотрена статья 6.1.1 кодекса об административном правонарушении. Итак, пожалуйста, вставайте. Вы согласны с протоколом административного правонарушения? Скажи, пожалуйста, вы раскаетесь о Ленин? Раскаю. Вы пытались в судебном порядке урегулировать конфликт? Нет, не пытался. С Гороковым. То есть вы не обращались к Гороковым, не пытались уладить, как-то сгладить конфликт? Я к нему не мог никак обратиться, у меня не было данных. А попытки узнать не предпринимали? Такие, нет, вполне понятно. Я полностью прочитал показания, и вы указываете о том, что вы пытались объяснить водителю, что он не прав. Однако он продолжил конфликт. Это вот ваши слова. А в чем неправота в данном случае водителя заключала? В чем неправота в том, что он нас погонял на улицу с машиной? Он считает, что в этом он был не прав? Конечно. Он не должен был вас погонять на улицу? А что он должен был сделать? Он должен был дождаться другой машины. Гороков должен был сдать другой машины? Нет, мы должны были дождаться другой машины. Его машины? Да. У вас такая позиция? У меня такая позиция. Понятно. Далее этот протокол допроса заканчивается тем, что вы говорите, что вы вызвали другое такси, которое приехало из детского кресла, и вы спокойно доехали до дома? Да. То есть так и было? Так и было. То есть вы вызвали другую машину или водитель, который не потребовал вас? Не потребовал. Который нас посадил в том же составе. Помню, семью нашу и отвез домой. Ровно через 10 минут. А вы второй раз, когда вызывали автомобиль, вы указывали это? Да, указывали, что... Чтобы с детским креслом. Я указал, что двое детей. Одному из них 5 лет. Саша, ты смотришь, что ты не поможешь? Нет. У вас не поможешь. Не поможешь. Саша, я не поможешь. Свои святые изумные вопросы, что спросил, сколько ребенка лет. На что получил ответ, что я не могу везти в данный заказ, так как я не могу перевозить ребенка в бизнес-классе. Нарушение правил дорожного движения. После чего, в принципе, клиенты все равно начали садиться в машину. То есть, когда я отказал в поездке, еще до этого он не сел. И начали требовать чтобы я их подвез. Завор застал. То есть, я отказался. Объяснив еще раз, что согласно правил дорожного движения, я не могу это сделать, чтобы ребенка положено переводить в детский кресло. После чего, в общем-то, достаточно удобно и в хамстической форме начали требовать ввести их по адресу. После этого я уже попросил покинуть автомобиль. Но это не произошло. То есть, мы продолжали там с меня что-то требовать. Я пытался объяснить, как положено запрос, то есть, согласовываем приложение. После чего, то есть, с меня начали требовать деньги, которые там списались. Но это не моя прихисть, это прихисть агрегатора, который, если заказ сделан неправильно, и клиент отказался, примут его, списываются какие-то деньги в качестве компенсации. Я отказался их возвращать, после чего спасил платину с машины. Ну, а дальше будет произошло, тоже произошло. Вопросы, представители? У меня будет представлен вопрос. Алексей Юрьевич, я правильно понимаю, что деньги, которые списали, вы не получили, списал Яндекс? Их списывает Яндекс, я потом, может быть, не всегда получаю компенсацию частично. Понятно. Пассажир имеет полное право потребовать эту Яндекс обратно. Что вы желаете, пояснить про дело? Уважаемый суд, да, мы хотим сказать о том, что фактически мы полагаем, что вина Маклакова Алексея Андреевича доказана в полном объеме. Он визу про вину признал, но фактически он не раскаялся. Он не пытался совершить какие-то действия по примирению с потерпевшим, загладить как-то перед ним свою вину. И, напротив, в показаниях, в протоколе указывается о том, что он до сих пор считает, что Горохов не прав, что он заявляет о том, что он вызвал машину, и они доехали без детского кресла на другой автомобиле совершенно спокойно до дома. Это дословно слова Маклакова и Спартакола. То есть фактически человек, ну, в общем-то, совершил такое общественно-социальное деяние, потому что опасное, потому что это таксист. На таксиста напали сзади, со спины, в то время, когда таксист был, водитель был пристегнут, который не мог дать сдачи, и не мог даже видеть того, что на него нападает. И при всем при этом, человек даже не раскаялся. То есть не совершил как-то, не пытался сдать силу, ни до, ни после, ни сейчас. И не признает фактически, не раскаившись, он заявляет о том, что он считает, что до сих пор все сделал правильно. Я, по нашему мнению, такое поведение недопустимо, и мы полагаем, что суд вынесет справедливое и законное решение именно так, как предусмотрено в административном кодексе. Спасибо. У меня все. Маклакова Алексея Андреевича, признать виновным в совершении административного нарушения подписчиков на статью 6.1.1 Кодекса Российской Федерации административного нарушения подозначенного наказания в виде штрафа в раздрении 10 тысяч рублей. Понятно? Да, понятно. Судья, я не знаю. Понятно. Я как могу не согласиться с решением суда? Ну, раз суд решил, значит, он у нас полномочен решать такие вопросы. Будете, может быть, дальше какого-то возмещения морального ущерба? Не знаю. Я подумаю над этим, скорее всего. Материального, да. Ну, я представитель Горохова, да, возможно, мы примем решение и будем обжаловать. На наш взгляд, штраф недостаточно отражает ту степень вины и не компенсирует в качестве восстановления справедливости, насколько это направлено в соответствующем законодательству. Поэтому, скорее всего, мы будем обжаловать и, наверное, примем какие-то меры, в том числе судебные, о взыскании материального и морального ущерба. В смысле, насколько должен быть штраф? Штраф предусматривает высший предел 30 тысяч рублей. Вот данная статья, если говорить о штрафе, она предусматривает высший предел в 30 тысяч рублей. Вы планируете и увеличение штрафа, и моральную компенсацию, и материальную компенсацию? Да, закон это допускает. Человек совершил административный проступок. У нас есть право обратиться в суд за компенсацией морального и материального вреда. Мы уже говорили, что были сломаны очки. Соответственно, моральные страдания были, физическая боль была. Это раз, это отдельный процесс. А жалоба на это постановление, которое сегодня было вынесено, это отдельный процесс. То есть она подразумевает, да, возможно, что штраф будет больше. Продолжение следует...